Дальше посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассаляма, братья, сказал, не поворачивайтесь спиной друг к другу, ля тадабару, и будьте братьями у рабы Аллаха, то есть всегда будьте на связи друг с другом, проявляйте милосердие друг к другу, берите все причины для того, чтобы быть ближе друг к другу. Братья, в наше время вот этот мир интернета отдалил очень многих братьев. Многие братья ограничиваются всего лишь варакалуфикум переписками. Некоторые братья говорят, да я 10 раз в день по WhatsApp с братом переписки. Аллахи, братья, тысячи раз твоя переписка с братом не заменит просто то, что ты будешь телом сидеть рядом с ним. Потому что, братья, Аллах создал нас из тела и создал нас из души. Мы знаем, что одно из сунт пророка, салаллаху алиссалям, который в наше время очень мало кто практикует, это прикосновение друг к другу. Пророк с аллахом, когда строил ряды с подвижником, не просто выровни, выровни, а прикасался рукой. И вот ты, варакалуфикум, если у тебя есть ученик, погладь его по плечу, прикоснусь к нему. Точно так же к детям много прикасайтесь, варакалуфикум, гладьте их, обнимайте и так далее. Эти вещи, которые, может быть, так очень тяжело объяснить, но они, братья, огромный эффект имеют варакалуфикум. Почему шариат приказывает нам просто саму аликум не говорить, а что за руку здороваться? Даже пророк с аллахом сказал, что два мусульмана, если за руку друг с другом здороваются, что у них падают грехи, как листья с дерева. Потому что вот эти прикосновения, они имеют смысл. Они не просто так узаконят в шариате, здороваться за руку. Если ты, например, прибыл из пути, мы знаем, что сунна обнять брата, правильно же? Если варакалуфикум у брата что-то произошло, какое-то событие, и ты хочешь его поздравить, сунна его обнять и так далее. Точно так же пророк с аллахом постоянно целовал детей, что Акраб Нухабис даже сказал, у меня 10 детей, я ни разу никого не целовал. Пророк с аллахом сказал, а что я могу сделать, если Всевышний Аллах лишил тебя милости? Даже пророк с аллаху алейхи асаляма, братья, с детьми молитву читал, на руку их брал и так далее и так далее и так далее. Многие братья в наше время говорят, брат, я вот когда слышу, допустим, например, хадисы и так далее и так далее, иногда говорят, хочу отца свою голову поцеловать и чувствую, говорит, такой, говорит, комплекс. Не могу себя сломать, чтобы отца в голову поцеловать. А почему? Потому что тебя отец никогда в детстве не целовал. А если бы тебя отец всегда в детстве целовал, обнимал и так далее и тому подобное, ты бы спокойно тоже отца бы обнял и в голову поцеловал, и руку бы им поцеловал. Мы знаем, у арабов есть, что они дети родителям руку целуют и так далее. В наше время многие братья не могут этого сделать. Даже с матерью своей такого сделать не можешь. Почему? Потому что мать никогда его толком не обнимала, никогда он целовал целый день, уходила в 7 утра на работу, в 7 вечера возвращалась, а он как трава на улице рос. Так же? Баракалуфикум. Поэтому вот эти вещи исправляйте. Эти вещи практически надо воплощать Баракалуфикум в жизни. И вот когда я говорю братья, что многие братья ограничиваются переписками и так далее. Нет, всегда старайтесь где-то встретиться. В мечети. Братья, в мечети пророк салаллаху алейху ассалям приказал нам вставать друг к другу. И сказал, что если мы оставляем место, то это место для кого? Для шайтана. Пророк салаллаху ассалям сказал, если вы не соедините ваши ряды, то Всевышний Аллах посеет раскол между вашими сердцами. Почему? Потому что вот в этом прикосновении, а мы не задумывались, есть польза. Это прикосновение плечо к плечу, чувствовать вот рядом, что с тобой брат, есть польза, братья, шариатская. А это сближение, любовь и так далее, то подобное. То есть, если вот так соберете все эти тексты, есть такая тема в шариате, называется «Макасыду шариат», цели шариаты. Цели шариаты. Есть вещи, на которые нету прямого указания в шариате, но в совокупности, когда ты берешь шариаты и хадисы, ты понимаешь, что цель шариата сблизить не только сердца рабов, так же их тела. Пять раз в день Всевышний Аллах спонтально приказывает вам спускаться с дому, где бы ты ни был, приходить в мечеть, ехать на ишаке, на машине, на чем бы ни было, чтобы рядом с братьями быть. Чтобы вот так вот плотно к ним прижаться и так далее. Это, братья, не просто так. Цели шариата не просто так, такие вещи. И вот я к чему говорю, к тому, что особенно вот это в свете вот этого коронавируса и так далее, братья вообще отдалились друг от друга. Нет, собирайтесь, то есть, ну, в рамках закона, понятное дело, собирайтесь, собирайтесь за едой, хотя бы просто друг другу. Даже просто ты заедь, брат, вот, просто заедь, брат, просто саляму алейкум, за арку, вот, ты проезжаешь рядом с ним, и, брат, я тоже, остановись. Брат, саляму алейкум, я вот внизу, можно спусти, просто хочу тебя за арку, вот, поздороваться, вот эти вещи надо протягивать. И вы увидите последствия этого бара Калуфика. А жить, как живут неверующие, как говорится, на одной площадке в квартирном доме, и даже имена друг друга не знают. У нас, к сожалению, многие из тех, кто являются мусульманами, приписывают себя к исламской общине, живут по такому принципу. Живут в мечети, бара Калуфика, приходят в мечети, даже друг друга имена не знают. Даже один говорит, брат, мы с тобой в одну мечеть молимся, я тебя вообще первый раз вижу. Почему? Потому что отдалились, братья, бара Калуфика, наши тела друг от друга, потом отдалились наши души друг от друга. Буллаху алейкум 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 алейкум. Велик opted в таком поряд... fixes, за себя я стюこん. Вам! Заголы веu! Ваши ха melис правил не знают. Ваня и лежит. И за сши к sponsoring. Ваакасам. 철 때는 у них вот он барьев! Ваши метод. Вску алейкум алейкум алейкум. Венеку жил не знамен! Ведакreyvател. Въедите разработ. Субтитры создавал DimaTorzok